как мотор называются и вот на лодочку это хороша магия макс привет расскажи что мы будем сегодня тестировать и что за машинка все расскажи что думать про машинка покажешься дома про 8 до бюджет 10 ватт как бы мощная нож очень похож на нож с мазера ширина 40 миллиметров сдать им мозг примат да очень очень похож я думаю такой же до 40 до работы по моему тут же не помню как мотор называют животные лодочку это хорошо молодец ты не скажи одно какие люди будут покупать именно вот эти машинки давай у которых не хватает денег начинающим до начинающие мастера которые поступают училища которые не поняли еще да потому что на себя зерами на сегодняшний день за 1200 грн тяжело найти какой-то машинку кроме 14 до 0 например до регулировка у нее идет высоты от 0,7 до трех миллиметров и в комплекте у нас идет 4 насадки твои сразу покажу с камерами вот так они выглядят 369 12 попробуем сейчас короче он должен справиться с массой конечно ведь важно не тут чем вы работаете как вы работаете да давай я с этой стороны встану шнур кстати 2,5 метра вокруг кресла походить что за аппарат шестерочка отлично справляетесь отлично справляться отлично справляться Возьмем троечку, чтобы поле лучше было видно. И ванзимса, резко, резко ванзимса. Ты смотри, вот это станок, отвечаю. Я тебе скажу по принципу действия, она очень напоминает примат. Да, 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 как вы у девушки. Единственный минус, это вот этот фиксатор, мне он очень не нравится. Для того, чтобы его сместить, надо выдернуть, перещелкнуть, и только тогда он сможет, так вот он как бы на предохранителе стоит. Да, ну мне кажется для начинающего, это же хорошо, чтобы он не дернул его. Неплохо, да, да, да. Где-то вы осадку будете снимать, где-то щелкните, где-то дернете. Здесь вот он намного лучше выполнен, чем на Мозыре. На Мозыре надо здесь с этой стороны фиксатор, пусть он там нажимается, здесь он крутится. То есть, длину выбрал, зафиксировал, и у тебя никуда, ничто не денется. Я понял, да? Я немножко буду делать без насадок. Хорошо. Человек хочет просто форму этими насадками, то есть эта машинка не предназначена для фейла, для плавных переходов. То есть не хватает этих насадок, но я думаю, можно будет взять вот эти вот магнитные... Вот, по-моему, они подойдут. Давай попробуем. Оденем шестерочку, да? Да, это анти-сабскейт на двух магнитах. Подходит? Идеально. Да ладно. Идеально подходит, фиксируется хорошо. То есть, если вы интересуетесь машинкой для фейда, просто стоит докупить насадки, они не так уже дорого стоят. Да, 6 и 10, вроде. Да, то есть, до начинающего достаточно этих насадок. Если вы хотите продолжать, если вы поняли, что вам нравится, докупили насадки и работаете. Я думаю, она несколько лет от работы. Если правильно ухожу, да. Можете купить себе дороже, лучше. Вот это самое интересное. Интересное снимают, тоже неплохо. Не по-хорошему. За такие деньги, как вспомогательная, если какой-то мастер, если заточку дает, или все-таки можно как вспомогательная брать. На самом деле, абсолютно все равно, чем стричь. Главный результат. Может, ты имел в виду, что руки... Слушай, не имея денег и жаждущий работать, я считаю, что можно смело брать себе такой аппарат и зарабатывать себе на более дорогие машинки, на более дорогой инструмент. Если я часто сталкиваюсь с ситуацией, вот я барбер, я умею стричь, то по мне нет инструмента. Ну, я все понимаю, но вам инструмент никто не купит, кроме вас. Ни в каком, ни барбершопе, ни салоне красоты, то есть это индивидуальное дело каждого мастера. Каждый мастер должен сам себе выбрать нужную машинку. Я вам скажу, что как временный вариант, это не плохой аппарат. И звук, кстати, не разрушает, как работает. Вообще идеально работает. Знаешь почему? Почему? Мотор какого нет? Не лопочка. Ха-ха-ха-ха. Нажка са. Играетолото, злобки. Играетолото. Ове. Играетолото. Работаем, работаем, работаем. Продолжение следует...